Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 ноября. И вот я только что снимала видео о томатах, которые я подняла после зимнего хранения, и о перцах. И так как мне попался здесь в руки перец, я сразу отвечу на вопрос одной зрительницы, который мне показался актуальным и который, возможно, интересует и других людей. Вот смотрите, Елена, я выписала даже, Елена Корнева к видео, как выбрать самые теневыносливые томаты, в комментариях написала, а про перцы такой информации нет. Если кто не видел видео про теневыносливые томаты, там я сказала, что хотя томаты, все, конечно, солнцелюбивые, они очень любят, чтобы их выращивали на солнечной стороне, на солнечном месте, но все-таки среди томатов есть сорта, которые можно вырастить в притенении, например, там, где полдня падает тень от забора или тень от соседских деревьев. И там очень много сортов я называла, которые можно загущенно выращивать, или вот про дедбарау, как в качестве примера привела. Это я вам, чтобы было понятно, на чем основывался этот вопрос. И вот она спросила, что можно ли также выращивать перцы. Но перед тем, как я вам отвечу это, я хочу, чтобы вы сами вспомнили, сами подумали. Вот вспомните, когда мы сеем перцы? Обычно все сеют раньше. Почему мы это делаем? И с чем это связано? Откуда приехали к нам эти красавцы, перцы сладкие? И вот если начинать полностью вот это объяснение, то все начинается с длительности вегетационного периода. Перцы и томаты у нас очень различаются вот по этой по длине своей продолжительности жизни, то есть от всходов до созревания. У перцев вегетационный период у всех намного длиннее, чем у томатов, поэтому мы высаживаем его намного раньше, для того, чтобы он хотя бы начал приобретать вот этот свой цвет, особенно у нас в сибирском регионе. Мы начинаем сеять в феврале для простого открытого грунта, а для теплиц даже в январе мы высеваем иногда. Все только для того, чтобы получить спелые, потому что это очень теплолюбивое растение. Оно привезено все к нам с каких-то с южных стран, с жарких стран, большинство перцев пришло к нам с Испании, еще откуда-то вот много у нас сейчас молдавских сортов, то есть оттуда, где у нас, где теплее, чем у нас, например, в сибирском регионе, в Подмосковье, в Ленобласти, да в любом другом нашем районе, нашей страны. И вот у меня, я уже ответила Лене, у меня даже мысли никогда не приходит посадить его на участок, где хотя бы полдня у нас тень, потому что мы и так вот из кожи вон лезем, чтобы как-то, как-то его, ну, сделать ему, чтобы он комфортно прожил все вот это дополнительное время, вот раньше сеем, прикрываем пленочкой, чтобы ему было потеплее. Все это мы делаем только для того, чтобы получить именно спелые плоды. Если мы в тень его посадим, что будет? Естественно, созревание мы отодвинем на неделю или даже на две, а может и больше. Если еще лето будет не солнечное, а пасмурной будет много погоды, да он еще будет в тени, во-первых, он не успеет поспеть, во-вторых, он не будет таким сочным и сладким, плоды будут мельче. Я, конечно, могу сказать, что это мое личное мнение, что вы можете садить куда хотите. Я никогда не люблю говорить, например, делайте только так и не иначе, вот мое мнение единственное верное. Так я говорить не буду. Садить вы можете, конечно, все, что хотите и куда хотите, но все-таки прислушайтесь и подумайте сами, что если растение с длительным вегетационным периодом, если растение очень теплолюбивое, если растение происхождения вот из таких, из жарких, где больше температуры, больше солнца, чем у нас в странах, то, скорее всего, теневыносливым оно не может быть. Посадить его можно хоть куда, конечно, но этим вы однозначно растянете ожидание вот свое, и, скорее всего, он не покажет себя в полной мере, он не отдаст вам столько спелых плодов, сколько мог бы, если бы вы его посадили на солнышке. Именно поэтому многие стараются высаживать перец все-таки в теплицах или под пленках. Это очень редко уже кто выращивает в открытом грунте, а если в открытом грунте, вот как я в этом году показывала, то нужно обязательно подбирать сорта или ранние, или скороспелые, или карликовые, у которых очень быстро формирование куста завершается и начинается созревание плодов, формирование, созревание плодов. И вот мы с перцем должны обходиться намного осторожнее, чем с томатами, чтобы не попасть в просак, и чтобы не получить осенью много-много перца зеленого, несладкого и на вкус как травянистого, как трава, потому что зеленый перец он все равно уступает по вкусу вот этим. Самый вкусный перец это такой спелый, который на солнышке полежал очень долго, который действительно покажет вам, каким он может быть сочным, вкусным и красивым, конечно. Красивее же снять вот такой красненький перец, чем зелепупика. Все, я надеюсь, ответила на вопрос Елены Корневой. Ну, ответ, конечно, может быть не такой, как сказать, более эмоциональный, чем научно обоснованный, но я надеюсь, огородники, все люди умные, они поймут ту мысль, которую я хотела донести, что лучше его в тень не надо загонять, ему будет там плохо.